всем привет снова с вами мы или я как то так ну отдать тема стройки продолжается строим навесит сейчас покажу что уже сделали и что примерно будет так что если интересно смотрите не переключайтесь ставьте лайки пишите комментарии ну а я буду вам показывать что у нас в процессе вот выставил лаги вот такие вот брус ну доска 150 на 50 спарил там три доски здесь по 2 сделал вот здесь вот сделал такой разрыв вот здесь у нас погреб погреб сверху утеплю заложу минвата или чем-нибудь сверху побольше наложу вот сделала и здесь такой вот коробушку сколочу вокруг него будет спуск лестница а вокруг все заложен минваты в коробушке будет два слоя наверно 110 пенопласта просто уложена тепло держит хорошо вот сейчас уже в принципе каркас собран сейчас буду таскать доски сороковки и 150 на 40 и начинать оттуда застилать полы вот хотя бы ну за следующий чтобы можно было ходить на сюда ходить было свободе как-то так вот стройка продолжается либо только начинается не знаю наверное так начинать ну короче не суть что мы сейчас делаем сейчас все покажу а делаем и вот что вот так вот сделали погреб обилие у нас будет спуск вокруг него все заложится утеплителем каким-нибудь не знаю там посмотрим либо минватой какой базальтовой вата либо еще чем-нибудь пенопласт может быть так и останется все короче заложится чтобы у него тепло было погреб ширину где-то 2 с копейками вот от этого угла и вот до вот этого отверстия метр шестьдесят а до стенки метр сорок примерно 20 сантиметров для чего это делается может быть кто знает уже догадался это будет вытяжка точнее даже это будет при . холодного воздуха ну не холодно ну короче при . воздуха будет холодного до зимой холодного летом теплого вот вытяжка будет рядышком здесь вот возле выхода будет труба вытяжка тоже вот до пола приточка и вытяжка в погребе на до пола делается почему потому что чтобы вентиляция была только снизу и весь воздух сырость вся уходила снизу сразу уходила сюда а наверху при закрытом погребе всегда стоял углекислый газ 20 сантиметров 20-30 сантиметров от пола для чего это делается для того чтобы хранились хорошо овощи и ничего не гнило ну как мы знаем углекислым среде да практически ничего не ну бактерии не живут соответственно не размножаются вот как как то так задумка такая весь углекислый газ здесь скапливается конечно пробка герметичный совсем уж прям супер-пупер не будет но по возможности и запеню сделаю здесь у меня будет пару листов пенопластов просто опускаться закрываться типа как крышка и все как то так вот сейчас здесь выкапываю почти два метра надо выкопать как копаю сначала вот сделал такой бур нарастил на штангу метр вот до сюда вот до сюда вот это два метра получается два метра до туда ямку мне надо выкопать метр девяносто почти короче в бур и вот такая вот ерундовина это чтобы стенки были квадратные я получается пробуриваю и потом стенки осыпаю сделаю вот чтобы мне туда труба с тройником 110 влезла вот как то так короче я и вставлю там с погреба кирпичики продолблю сфокусируйся с погреба кирпичики продолблю сделаю сюда и канализационной трубой все это хозяйство соединил и получится такая вот у нас своего рода вытяжка не это приточка получается при . холодного воздуха будет а вон там будет вытяжка ну как то так вот интересная задумка как будет работать впоследствии посмотрим но я думаю должно работать нормально потому что погреб раньше был вообще без вытяжки там была вытяжка небольшая дело с 50 трубы но это все ерунда все гниет в погребе и прям быстро очень поэтому как то так надо делать хорошую при . хорошую вытяжку что было там сухо ладно дальше по мере как это продвижение работ сейчас буду показывать кому интересно следите там дальше пишите комментарии может быть что не так может быть я чуть не допонимаю поэтому адекватная критика всегда приветствуется ну вот собственно что у нас получилось вот так торчит труба сейчас пущусь погреб покажу что там у нас чё фонарик чего возьму дополнительно вспышки сейчас спустимся туда ой не упасть бы еще пока бардаш вот так вот это все выглядит так вот и вот получается вот так вот будет выход трубы отсюда это будет при . воздуха это будет при . а вот здесь вот здесь вот видите где он светит вот здесь где-то будет вытяжка тоже вот так вот к полу сюда эти вытяжка ну вот так вот как-то будет приблизительно жарко погребе хорошо прохладно на улице жира и невозможно вот так вот у нас получается вытяжка будет в погребе надеюсь будет сухо тут потолок будет сухой все будет четко все будет хранится хорошо погребок небольшой конечно темно темно не фокусировать его вот такой вот маленький погребочек где-то 2 на 2 примерно 2 на пол 2 на метр восемьдесят полу овала выложен высота ну около двух метров единственный минус что у него крышка залита над уровнем земли было бы она прикопано было бы лучше конечно конденсата меньше собиралась но поэтому будем утеплять будем утеплять сверху будет тепло в общем то как то так а здесь у нас будет вот так стоит уголок и вот сюда вот выходить будет отдушинка а а может быть под полом будет уголок во всяком случае воткну сюда а там потом посмотрим трубу вставить можем любое время втыкаешь а вот так вот все все красивенько все классненько получилось теперь можно таскать доски застилать полы вот до сюда застилаем потом здесь все это утепляем накидываем мин вату покупаем короче застилаем настелил немного досок так купил две пачки урса застелил вот так вот погреб по кругу ну и чуть пленка прикрыл пусть она будет пусть будет не значит даст не даст здесь примыкание запенил все хорошенько там чуть-чуть еще добавлю потом пенопластом утеплю внутри можно будет сделать с этой стороны не стал сильно утеплять что-то делать потому что здесь будет вот будет вытяжка еще труба идти там при . у нас воздуха а вот здесь будет вытяжка как бы на уголок до что протягивалось стекловатый надышался шумыга так что еще у нас но сейчас застелю полы купил пойдем купил 6 листов usb 12 и сейчас этим все застелю досками сверху и вы вылью канистру оливки на него сверху чтобы точно не набухал так вроде влагостойки но еще пропитаем оливки а там потом посмотрим может быть разбогатеем развереем как говорится постелим линолеум сверху но когда так дальше сейчас будем показывать что у нас получится уже более готовом варианте вот на такой стадии у нас тут навес наш застилаем поставил петли петли перевернул тогда кверт тормашками утопил ну как бы более-менее заподлицо получается врезал сюда потаенную петельку тоже а может быть даже сейчас я вообще вот так вот полностью утоплю посмотрим может так оставлю в принципе как бы не ногам ногам не мешает пойдет вот сделал так вот потаенный еще покажу до конца каши не открывается не против но держит можно еще пару петель добавить допустим да будет жестче она уже так стоит но зато шишки на петлях которые не мешают вот такой вот у нас получается навесить сейчас еще осталось нам последний лист закинуть и будет все классно сегодня ночевали на улице дома жара невозможно кондиционера нету вот ставили палатку опробовали покупали палатку для походов здесь как раз под навесом ставили балдежно сейчас пообедаем закину последний лист ну в принципе будет все красиво классно потом будем делать перила и будем делать лесенку и уже можно как говорится говорит что навес готов к эксплуатации хотя мы уже и так его эксплуатируем ну еще не завершенным но все равно я все раз покажу полюб мне прям понравился вот выглядит доступ есть ну тут по краям что-то вот тут вытяжка будет да можем в этом служить там может быть это за может быть это закрою какой-нибудь фанеркой забыли посмотрим короче потом все на вот погреб сделать тут меня на обед позвали вот у нас сегодня салатик огурец домашний помидор не домашний а помидор тоже домашний о даже все уже домашние ничего себе так а здесь у нас сегодня картошечка в афганском котелке сделано с козлятинкой вкусно наверно сейчас попробуем как она у нас козе пять лет 5-6 лет посмотрим как она в афганском козел козелке котелки сварилась козелки котелки извините ладно короче дегустируем потом скажем вкусно нет вот что у нас по итогу получилось вот такая вот веранда . здесь еще может быть сделаю и вилки вот со временем сейчас пока времени чуть-чуть вот проклачивался нейтролаком здесь прям вот на эту площадь у меня ушло 6 банок 700 граммовых вот такая вот у нас получилась красота это веревки временно потом сделают такие нормальные бисюльки чтобы было поднял опустил веревочки все красиво тут у нас черешенка будет она когда сейчас она в этом году одну ягодку по-моему дала мы попробовали сладкая желтая черешня очень хорошая на следующий год она вырастет и будет много ягодок у нее вышел так раз черешенку чук съел классно там яблочко вон там грушка у нас правда обидно слива с абрикосом засохла ну жимолость все как бы под рукой классно вообще получилось просто мне очень нравится еще надо будет облагородить стеночку и все будет вообще замечательно как я уже показывал наша беседочка а сегодня мы тут решили ловчик заварить сейчас мяско дотушится с лучком закинем рис и будем кушать в нашей беседочке на улице пловчик вот такая вот у нас кухня такая полевая так сказать вкусно наверное получится ладно на этом мы с вами попрощаемся всем добра кто кушает приятного аппетита кто не кушает сильно слюно не давитесь в общем всем благ до свидания